всем привет сегодня у нас так который я назвала узнай меня получше я раскрашиваю чуть больше года и подумал может быть кому-то будет интересно узнать меня именно поближе о моих предпочтениях раскрасках или в материалах или вообще какие-то немножко личные вопросы и придумала такие небольшие вопросы конечно же они в других тегах у других колористов например тоже присутствует но в итоге я все равно то есть записала вопросики себе в блокнот и буду читать потихоньку раскрашивать и отвечать то есть не записывать голос уже на готовую работу а именно потихоньку буду раскрашивать и отвечать раскрашивать я буду прекрасные сады креативная раскраска выбрал такой простенький рисунок и вот взяла три фломастера и буду ими раскрашивать и уже в раскрашенной работе за месяц вы увидите готовую работу полностью ну и давайте же начнем кстати все вопросы если вдруг кому-то понравится мои вопросы вы тоже сможете снять такое видео мне просто с удовольствием послушаю посмотрю ваше видео а внизу под видео я оставлю все вопросы тега ну и давайте же начнем первый у нас вопрос а что больше любишь раскрашивать раскраски по номерам или просто раскраски я наверное больше люблю просто раскраски они раскраски по номерам ну хотя раскраску номерам тоже люблю но отдаю предпочтение в наверное больше именно обычным раскраскам как-то больше мне кажется они меня увлекают вот конечно же на все вопросы отвечаю лично именно так как мне хочется ответить то есть ну то есть говорю именно все честно как и есть на самом деле есть какие-то звуки будете слышать не обращайте внимание у меня котята продолжают носиться по дому так второй вопрос чем больше любишь раскрашивать карандашами или фломастерами то есть вот если сейчас здесь я взяла конечно фломастера чтобы не особо думать не ценями на чем-то еще то я вообще люблю больше раскрашивать карандашами мне мне интереснее раскрашивать как сказать чтобы более реалистично было более похоже например на настоящий например цветы или еще что-то ну вот вообще отвечаем так что люблю раскрашивать больше карандашами так следующий тоже вопрос касается карандашей ты третий вопрос какими карандашами любишь раскрашивать больше очень мягкими или более твердыми карандашами которыми которыми нужно наслаивать слои слоем то есть слой за слоем не особо дорогих карандашей нет ну как бы все в основном бюджетное но все равно я отдаю предпочтение больше мягким карандашам ими более побыстрее можно раскрасить и мне вот именно нравится когда карандаши больше такие как маслянистые такие очень мягкие и я с удовольствием раскрашиваю мягкими карандашами они твердые так четвертый вопрос какая пастель нравится больше сухая или масляные так на такой вопрос для меня было ответ ну как бы ответить для меня более тяжелее потому что у меня недавно появилась масляная пастель от монга которая 50 цветов и я сейчас ей очень активно раскрашиваю и делаю фоны и просто раскрашиваю какие-то картинки но все-таки если у меня стоял бы выбор передо мной сухая пастель или масляная я бы скорее всего выбрала сухой пастель потому что ей работать очень очень быстро и сейчас даже пытаюсь научиться именно раскрашивать они только фоны например а и раскрашивать сухой пастелью мне это очень очень нравится последнее время так что он так отвечаю я на вопрос я выбираю сухую пастель следующий у нас будет 5 вопрос кого любишь раскрашивать больше животных или людей тоже задумывался над этим вопросом но хочу сказать что я людей раскрашивать люблю больше стараюсь научиться очень красиво раскрашивать людей кожу то есть мне это очень интересно как ложатся тени на коже на том или ином участке у человека мне это очень интересно животных но я пока их раскрашиваю совсем по простецки совсем-совсем то есть нет у меня особого умения раскрашивать например шерсть то есть раскрашиваю конечно же раскрасках но больше отдаю предпочтение раскрашивать людей чем животных шестой вопрос какие иллюстрации любишь больше раскрашивать цветы или деревья но я думаю кто смотрит мои видео достаточно часто тот знает что я люблю раскрашивать цветы они деревья не очень я люблю например когда дерево и очень очень много мелких таких листочков как вот часто встречается в раскрасках у джуаны ну а вот цветы я люблю даже если они не очень крупные то все равно с удовольствием раскрашиваю так что я отвечаю на вопрос что я люблю раскрашивать больше цветы особенно люблю раскрашивать розы и что-то типа пионов что-то такое похожее так чью иллюстрации тебе нравится больше ханны карлсон или джоанны бэсфорд но я считаю что они достаточно популярны и у многих в коллекциях есть раскраски этих иллюстраторов и я хочу сказать хоть что у меня есть по моему да две у меня книги хана карлсон но я себя не считаю фанаткой хан карлсон раскрашиваю да ничего есть некоторые работы даже мне неплохие вроде как получались ну и получается буду конечно продолжать и раскрашивать но я не считаю себя фанаткой хана карлсон мне ближе джоанны бэсфорд как я уже сейчас говорила хоть я и не очень люблю мелкие листочки на деревьях но у джоанны бэсфорд есть и не только мелкие листочки есть и другие иллюстрации так что я достаточно так с теплотой отношусь к раскраскам именно джоанны бэсфорд так восьмой вопрос что больше любишь рисовать или раскрашивать если например меня бы спросили и задали этот вопрос например года два назад или три или даже когда я была совсем девочка или 10 12 я бы ответил однозначно рисовать я нигде конечно ни в какой художественной школе не училась но я очень любил рисовать рисовал так как у меня получалось и я бы ответил рисовать я сейчас иногда рисую может быть когда-нибудь покажу вам что я рисую наберусь смелости так простенькие конечно же работа как говорится не художник как занимаясь свое удовольствие эти но сейчас на данный момент я больше люблю именно раскрашивать меня это увлекло настолько что я совсем практически забыла о книгах которые я раньше читала прям запоем без конца одну книгу заканчивала читать тут же начинала читать другую книгу но сейчас книги читаю достаточно редко и больше раскрашиваю все свободное время которое у меня то есть не занято другими какими-то делами и интересами например семьи то я с удовольствием раскрашивать так что отвечаю я на вопрос что я люблю больше сейчас раскрашивать так девятый у нас вопрос как я выбираю иллюстрацию или раскраску которую буду раскрашивать обычно у меня когда начинаю раскрашивать у меня сразу две или три раскраски начаты то есть уже в работе например даже взять полгода назад я раскрашивал так взяла раскраску например какую-то иллюстрацию пока я ее не закончу я не начинала другую ну то есть вот так у меня было на сейчас на данный момент я могу одновременно раскрашивать 2 или 3 редко бывает больше например 4 в основном 2 1 это может быть раскраска по номерам а другая именно такая какая-нибудь более посерьезнее или может быть иллюстрация там например с какой-то девушкой ну то есть или такая какая-нибудь пейзаж какой-то или что-то подобное такое более посерьезнее вот но очень часто мне иллюстрации выбирает дочь например она берет какую-нибудь раскраску вот как у меня в планах сейчас как я в начале видео снимаю видео что я буду раскрашивать в начале ну то есть на весь месяц какие раскраски мне нужно раскрасить и она мне берет например раскраску и может например там выбрать мне это бывает достаточно часто ей например хочется посмотреть как я раскрашу ту или иную иллюстрацию она мне выбирает делать мне там закладку и говорит раскрасить мне в течение месяца это раскрас эту картинку то есть эту иллюстрацию и вот так бывает очень часто так что часто выбирать не . так и десятый вопрос у нас когда любишь раскрашивать раскраска антистресс днем или вечером на этот вопрос тоже можно ответить так что в основном я раскрашиваю вечером или поздно ночью потому что днем совсем нет времени заниматься таким видом творчества все таки семья дети и ну как бы есть какие-то другие заботы тем более мы живем в частном доме и у нас небольшое хозяйство и как бы и огород и теплицы и все он там подобное вот и я в основном вечером сажусь например монтировать на свой второй канал на основной и потихонечку или на этот например какое-то видео монтируйте потихонечку сижу и раскрашиваю так что я отвечаю на вопрос вечером люблю раскрашивать и есть у меня на это время так следующий у нас одиннадцатый вопрос как твои родные относятся к твоему увлечению как-то с самого начала как я только увлеклась раскрасками антистресс мои родные меня поддержали очень хорошо относится к моему увлечению то есть они хорошо относились и когда я вязала и когда я читала книги в большом количестве то есть скупала книги покупала большое количество пряжи например и точно так же сейчас когда я увлекаюсь раскрасками очень хорошо относится то есть нет такого что там какие-то проблемы в покупке материалов или самих раскрасках если мне что-то захотелось я свободно покупаю и то есть меня в этом семья моя поддерживает и то есть например какие-то праздники уже то есть нет проблем что подарить просто единственное могут спросить если у меня это раскраска есть например они не знают если она мне или нет чтобы идем купить и подарить не то есть так отвечаю очень даже хорошо относится ну и последний такой вопрос кого из колористов ты смотришь на ютубе имеется ввиду инстаграм уже не буду а вот именно а именно колористов тех кто снимает видео на ютубе смотрю очень очень многих перечислять я сейчас не буду чтобы может быть кого-то не забыть и не обидеть я конечно постараюсь всех написать внизу под видео и и дать ссылки на канал и потому что все таки перечислять всех займет очень очень много времени смотрю как и начинающих кто только-только начинает раскрашивать потому что мне интересно именно интересно смотреть как раскрывается человек колорист как он только вот начинает раскрашивать вроде бы так все простенько а как многие говорят как детском саду но в итоге очень многие раскрываются потом и очень очень красиво начинают раскрашивать Смотрю я, конечно, и тех, которые уже очень хорошо раскрашивают, которые профессионалы своего дела. Но все равно я как-то отдаю предпочтение тем, кто именно на моем уровне девочки и мальчики, которые раскрашивают без особых, как бы, ну, как сказать, не художники, а вот те, которые просто учатся. Единственное, вот, хочу отметить, что я, я, кстати, оставлю именно ссылки на название каналов и ссылки на каналы, именно тех, которых я не пропускаю, ни одного видео. То есть смотрю постоянно. То есть если видео у них вышло, то я обязательно посмотрю это видео. Ну, а выделить хочу, например, не могу не выделить просто канал своей подробности, друге Лены. У Лены канал Еленка74хобби. Мы с ней дружим на основных наших каналах, которые есть у нас. Мой основной канал Натали75. Интересы нашей семьи. И у Лены есть основной канал, который называется Еленка, Еленка74. Ну, а так у нее Еленка74хобби. То есть именно вот о раскрашивании. Мы с ней дружим практически три года. И она пораньше чуть-чуть увлеклась раскрасками антистресс. Я вот совсем недавно. И Елена очень красиво раскрашивает. С удовольствием смотрю ее видео и никогда не пропускаю ни одного ее видео. И еще хочу выделить одного колориста. Это девочка Ксюша. Канал у Ксюши. Ксюша Анткалорик Бокс. Надеюсь, я правильно произнесла. Если что, Ксюша, если будешь смотреть мое видео, прошу прощения. Очень нравится мне эта девочка. Как она ведет свой канал, как она рассказывает, как она раскрашивает девочке. По-моему, лет 10 всего. Она такая маленькая. Я подписана на ее в Инстаграм тоже. Видела ее фотографии. Ну, то есть она совсем малютка. Но факт то, что у нее просто талант. Я просто по-другому сказать не могу. Она очень талантливая девочка. И мне нравится, вот именно как, повторюсь еще раз, как она ведет себя именно, вот как она снимает видео. Она не ставит себя выше других. Как бы вот она, так у нее все по-простому. У нее, например, будет такая красивая работа. И, ну, как сказать, она как-то вот, как-то это все корректно рассказывает. И вот, кто вот не знает канал Ксюши, то обязательно ссылка будет внизу под видео. Обязательно проходите, смотрите, потому что девочка того стоит. Очень интересно наблюдать. И она тоже по-многу раскрашивает в течение месяца. Работы у нее очень много. У нее даже сами обзоры раскрасок. Она, когда их снимает, она рассказывает очень-очень интересно. Есть, которые просто, например, как-то вот, ну, без особого такого интереса, просто листают и все. А она именно рассказывает, как она видит эти работы, например, готовые. Как она тени накладывает, как она все. Ну, вот, то есть, обычная, например, фломастерами работа, она из нее может практически шедевр сотворить. То есть, многих я смотрю, на многих я подписана. Смотрела еще один канал. Совсем недавно пришлось отписаться от канала. Я не знаю, будет теперь эта девушка смотреть мое видео или нет. Как-то, я не знаю, я считаю, что какое-то вышло недоразумение у нас. Может быть, читал кто-то наши комментарии, которые у нас у меня на канале под видео произошли с этой девушкой. Я никого не хотела обидеть, и я считаю, что я не обижала, если, ну, как бы, ну, в итоге пришлось отписаться, зная, что девушка сменила название своего канала. Ну, конечно, жаль, что так получилось. До этого я смотрела с удовольствием все ее видео. И я относилась очень даже неплохо к ее видео. Смотрела с удовольствием, ну, как бы, и комментировала всегда. Ну, вот так у нас получилось. Как-то, мне кажется, у нас мой тег получился больше как хобби-влог какой-то вот или разговорное такое видео. Ну, то есть вот так. Если вдруг, еще раз повторюсь, кому-то понравились мои вопросы, то обязательно внизу под видео я оставлю. Будет интересно мне тоже посмотреть и послушать, как вы будете отвечать на эти вопросы. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне лайк. Мне будет очень-очень приятно. Ну, и всем пока. До новых встреч.